Вот уже на протяжении нескольких месяцев новое футбольное поле аула Саретюз с 4 до 8 вечера собирает десятки любителей поиграть в футбол. 12 команд из разных населенных пунктов республики, как начинающие, так уже и ветераны. Для всех участников турнир вечерней футбольной лиги стал отдушиной от повседневных забот и дополнительной возможностью провести время в компании единомышленников. Есть только начинающие, например, права Кубанка, Саретюз, как начинающие, Тиберда, тоже на нашем уровне, в хорошем уровне играет. Вот Учкикен, Эльбрус, команда, которая принимает участие в Ставропольском крае, лидирует также команда Джигута и команда Элья, город Карачаевский. Любодорого на них посмотреть, обученные команды, которые участвовали даже в соревнованиях Северного Кавказа. Проведение этого спортивного состязания стало возможным благодаря инициативе местных жителей, которые решили, что новое футбольное поле не должно пустовать. А самое интересное, что участие в турнире не просто дружеская инициатива. Команда-победитель станет обладателем переходящего кубка, а особо отличившиеся игроки будут отмечены персональными наградами. Мы будем проводить этот турнир каждый год. Переходящий кубок будет. Кубок будет, медали, грамоты, денежные призы. Будем отличать лучшего вратаря, лучшего нападающего, лучшего защитника индивидуального и тоже награждать. В первой игре вечера встретились команды из Малокарачаевского и Карачаевского районов республики. По итогам напряженной бескомпромиссной игры команда Эльбрус-ветераны из-за уловчки Кен стала победителем, обыграв соперников из команды Карач-Сити со счетом 3-2. Это у нас девятая игра. Наша первая победа. Команды Эльбрус-ветераны, бывшие футболисты, собрались, чтобы побегать. Очень хороший такой турнир. Команды равные. Есть как молодые, такие же ветераны, как мы. Сегодня мы выиграли команду Карачаевск под названием Карач-Сити со счетом 3-2. Игра была равной, нервной. Все-таки мы одержали победу. В рамках турнира Вечерней футбольной лиги планируется провести еще несколько состязаний, в которых команды встретятся согласно жеребьевке. Тем временем организаторы надеются, что Вечерняя футбольная лига станет доброй традицией. И уже в следующий раз участников будет гораздо больше. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архиз-24